Всем привет, зрители и подписчики канала GamesAPS, и мы продолжаем проходить How to Survival. В прошлой серии мы встретили вот этого товарища, которого искали по заданию Эндрю, и теперь он нас ведет куда-то. Дал нам мачете. В общем, продолжаем выживать в этой интересной игре. Так, еще одна книжечка. How to Survival. Ковакс. Правила Ковакса. Глава третья. Скиллы. Умения, скажем так. Вы можете поднимать уровень ваших умений. Для этого нужно зайти в инвентарь, выбрать вашу страницу со скиллами и выбрать, какой из них хотите вы качать. У вас для этого будут очки, по мере того, как вы будете набирать уровень. Нормально. Надеюсь, перевожу довольно доступно. По крайней мере, смысл понятен. Да, у нас как бы случился левелап, поэтому думаю, можно открыть инвентарь. И попробовать прокачать какие-то скиллы. Так. Итого, у нас одно очко, и мы можем... Прокачать скилл костра. Так. The ability to light up the camps and torches. В общем, теперь мы можем зажигать с помощью этого скилла костры и факелы. Ну, что довольно-таки неплохо, потому что скоро ночь, я так понимаю. Так, опять тебе чего-то нужно. Ну, давай, что ты хочешь. Вот план на последней неделе на соседнем острове. Эх, не успел прочитать. В общем, чего-то там случилось. И разбился самолет, насколько я понимаю. Еще раз. Эндрю. Миссия Эндрю. Да, блин, не успеваю прочитать. В общем, здесь ночью появляются настолько сумасшедшие существа, что то, что, в общем, мы видели здесь с вами в предыдущей серии, это все фигня. Они атакуют только ночью и не подходят, если горит какой-то огонь или факел. В общем, нам нужно сделать... Так, онлок the required skill. Ну, это мы сделали уже. Так, ну да, хорошо. Это наше текущее задание. Так, то есть нам нужно распалить здесь огонь, насколько я понимаю. Хорошо. И теперь у нас есть горящая палка. Горящая палка! Засунь ее, зомби, поглубже. Говорит, спасибо тебе большое. Это действительно поможет. Я обещаю тебе. Вот мой... Моя зажигалка. Так, приходи и держись подальше от зомби, в общем. Там где-то как-то так. Вернее, не зажигалка, а фонарик. Могу путаться в словах, потому что довольно быстро. Я пытаюсь и слушать, и чего-то читать. Так, в общем, нам дали фонарик. Это хорошо. Давайте попробуем его включить. Ну, довольно неплохо. Мы мигалка. Я так понимаю, что он у нас висит, вот красный, на рюкзаке. Хорошо, давайте поднимем факел наш. Факел все-таки хорошая штука. Что ты хочешь? Так, собственно, мы находимся недалеко от лодки. Хорошо, что тебе нужно. Перед тем, как мы разбились, я видел маленькую деревню. Она находится где-то в центре острова. С фонариком и мачете ты с легкостью ее найдешь. Сможешь прорубить себе дорогу, в общем, через кусты. Ты понимаешь? Ты должен найти бензин, и ты будешь свободен. Я буду ждать здесь, мне очень жаль. Но я не могу ходить, мне очень плохо. Если бы мне было не так плохо, я бы, конечно же, с тобой пошел. Удачи тебе. Так, нужно найти одну канистру с бензином. Для того, чтобы мы могли перемещаться по, я так понимаю, островам. Хе, нормально, горящие зомби. О, ло, ло. Сгорите, сволочи. Так, где там наша мачете? Как его менять? Вот так вот менять. Хорошо, так. Это, конечно, не очень прикольно, учитывая, что мы выкинули факел. Хорошо. То есть я теперь могу прорубать себе путь в этих елках. Ну да. Ладно, факел пускай там пока лежит. Еще не можно, нельзя пройти, вот можно. Доски. А доски это хорошо. Используй свой мачете. Для того, чтобы прорубить дорогу к деревне. Деревня у нас находится, скорее всего, где-то вот выше. Вернее, слева на карте. К сожалению, нету возможности показывать. Птичка, покрышка. Так. Это мы возьмем, это нам, конечно же, пригодится. Да хватит писать, я и так знаю, что можно использовать мачете. Можно поплавать? Так, я понимаю, что можно таким образом сменить. Ну, я так понимаю, что туториал будет здесь, можно сказать, бесконечный. Так, еще один. Ящики, я слышу зомби. Так, деревянный топор. Его можно скрафтить с палки, камня и молотка. И также, я так понимаю, липкой ленты, скотча. Это хорошо. Так, что у нас здесь? Здесь нет ничего. Страусы и зомби. Ничем не может быть лучше. Давайте посмотрим. У нас, я так понимаю, оно не разрушаемое. Вроде как нету никакого показателя его прочности. Хорошо. Тем лучше. Так, я фонарь не включал. Он сам его включил. Ну да, пришла ночь и, собственно, фонарь зажегся. Я так понимаю, нет смысла долбить по этим штукам. Поэтому, думаю, пойдем. Пойдем во вход. В обход. Хорошо. Ну, я примерно уже вижу, как можно пройти. А, вот эти. Существа, о которых нам говорил. Мужик. А, то есть они боятся света. Если я выключу фонарик, то они сейчас начнут на меня нападать. Ага. Что, страшно, да? Иди сюда, скотина. И сюда. Ох, трупы. Трупы вонючие нет. Надо его убить все-таки. Какое же оно, зараза, живучее на самом-то деле. Так, что у нас здесь? Ничего. Ладно. Не будем их трогать. На самом деле, они действительно какие-то неправильные. Вернее, довольно страшные по сравнению с обычными зомби. Ага. Со спины хочешь атаковать, скотина? Не дамся, не дамся, живым не дамся. Но сюда он уже, наверное, не будет идти. Так, мы опять пришли к нашему чувачку. Что ты нам хочешь рассказать? Нет, не нашел. Пока, к сожалению, не нашел. Но я именно этим сейчас и занимаюсь. Так, надо быть очень аккуратным. Ух, как до вас дофига здесь-то. Иди сюда. Капец, я бегаю за зомби для того, чтобы их убить. Обычно в таких играх надо от них бежать как можно дальше. А я, наоборот, делаю так, чтобы настигнуть их и стараться завалить. Иди сюда. К ноге. Так, еще одна книжка. How to Survival. Kovacs Rules. Отлично. Kovacs Rules. Выживание ночью. Будь аккуратен. Некоторые монстры вылазят только ночью. И они намного агрессивнее, чем те, которые днем. Но они ненавидят свет. Вы можете использовать факел для того, чтобы их отгнуть. Или же фонарик. В общем, для того, перед тем, как наступит ночь, проверьте... Да. Проверьте ваш факел или фонарик. И ни в коем случае не тушите его. Ну, вот это у нас простой зомби. Так. Уйдем мы, в принципе, в правильном направлении. Скотина. Думал, я тебя настигну. Хе-хе-хе-хе. Всех зарежу. Кто на новенького? Подходи. Хе-хе. Как сам? Как дела? Как жена? Как дети? Нормально? Ну, полежи, отдохни. Я так понимаю, вот эта злая музыка начинает играть, когда волна какая-то начинается идти. Волна зомби. Заря за чуть меня не долбанул со спины. Так. Иди сюда. Давай-давай-давай. А? Здрасте. Скотина такая. Че, еще не сдох? Иди сюда. Я тебя тут мачете порублю, в общем. Так. Где мы находимся? Правильно. В принципе, идем в правильном направлении. Да, ну и здесь, конечно, есть прикольный элемент той же самой RPG. Так, давайте еще воды попьем. Я думаю, она нам восстановит несколько процентов здоровья. Хотя нет, не восстанавливает. Поэтому давайте съедим траву. Так, я думаю, достаточно. Я просто не хочу, чтобы эти сволочи сзади меня собрались и начали меня вот, видите, да? То есть я буквально сразу отворачиваюсь, и они начинают меня атаковать. Иди сюда, скотина. Куда побежал? Блин, да ну вас нафиг. Вот обычным зомби пофиг на фонарик, а эти скотина умные. Ну, это довольно неплохо, что они, конечно, боятся фонарика. Так, мы вроде в правильную сторону идем. Здрасте. Так, где-то, 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 да. Сейчас мы там еще один лагерь разобьем. Отлично. Сносит бошки только так. Так, хорошо. Давайте разведем костер. Что у нас здесь? А им потен. Так, для того, чтобы можно эту штуку бросить на какое-то место, и туда будут забегаться зомби. Так, для его приготовления нужен цветочек и кусок кукурузы. По крайней мере, это так выглядит. А, еще одно мачете. Вроде у нас больше. Вроде нам больше не надо. У нас пока есть, да? Полезного здесь пока больше ничего не вижу. Ну, вот разве что этот ящик. Ага. Этот ящик не так прост. Но там что-то, наверное, очень полезное, раз он так. А если мы его факелом поджечь его, я так понимаю, без вариантов, да? Так, ладно, давайте выберем мачете. Все-таки мачете как-то... Что у нас в инвентаре происходит? Нет, все нормально. У нас вещи, к сожалению, не стакаются. Ну и я так понимаю, что да, они здесь, можно сказать, вечные. Так, фонарик, фонарик. Почему фонарик не работает? О, да. Ну, уже, я так понимаю, вот рассвет наступает, судя по картинке. Солнце встает там где-то далеко. И это уже радует. Нужно, кстати, будет вернуться к Эндрю, посмотреть, как он там. Может, ему помочь, чем надо еще будет. Так, я так понимаю, что мы добрались... Так, а ну-ка, пошли вон отсюда. Пошли вон, пошел вон. Ты на кого кричишь? Иди сюда, на. Нравится? Вот, с зомби, походу, можно собирать эти тряпочки. Как-то раньше я не замечал. Может, не попадалось. Так, страничка. Че ты тут ходишь? Что тебе здесь надо так? Классик ароу. Классическое копье. Палка и мачете. То есть, можно заострить с помощью мачете палку. Интересно. Давайте попробуем это сделать. Эквип, комбайн. Да, с мачете. А, итогово у нас есть 10 копий. Хорошо. То есть, я так понимаю, что сейчас мы можем менять оружие. Нет, не можем. Нам лук нужен. Я так понимаю, что нам нужен лук. Ну, тоже неплохо. Значит, скорее всего, где-то здесь мы его, наверное, найдем. Так, давайте фонарик выключать. Так, возьмем еще веревку. А вот, как сделать лук. Нужна вот такая вот ветка и, собственно, тетива. Тогда у нас появится лук. Это хорошо. Давайте попьем воды. И очередная книжечка. How to Survival. Ковакс Рульс. Глава пятая. Стрелы и лук. Луки и стрелы. Лук это самое простейшее дистанционное оружие, которое вы можете создать. Выберите гнущуюся палку и выберите нитку. Соедините, и у вас получится лук. Для того, чтобы создать стрелу, стрелы вы можете использовать мачете и палку. Ну, это мы уже поняли. Отлично. Нормально. Ну и, в общем, стрелы будут стакаться у вас. Хорошо. Что это у нас такое? Там бегают зомби, я так понимаю, да? Как я туда попаду? Я хочу туда попасть. Почему я дерусь палкой? А если закрыть? Вот так, например. А, вот и канистра с бензином, кстати, да. Я так понимаю, что нужно было это... А, вот они откуда-то сзади, по-моему, выходят, да? Ну, что ж, давайте. Ну, вот, хорошо. Все, пошла вон. Нормально. То есть, хорошее такое убежище. Довольно правильная, занятная штука. Я так понимаю, сирена начинает работать, когда зомби появляются. Так, что у нас в этом ящике? Хардвер. То есть, мы нашли инструменты. Это уже хорошо. То есть, с помощью инструментов я так предполагаю, что можно вот эту вот штуку открыть. Но еще пока не знаю. Так, что это у нас дает комбайн? Если связать его с ниткой, мы получим... Ага, мы получим мотыгу. Инструмент. Так. Или что это такое? А, это удочка. Ладно, мы тогда не будем пока ничего с этим делать. Я хочу сделать лук. Так, что мы берем? Это и соединяем с ниткой. И получаем лук. Хорошо. Так, это у нас equipment. Давайте попробуем на ком-то испытать. Хотя, что-то как-то лук у меня не хочет. А, вот так вот, да, меняется? Угу. Хорошо. Хорошо, если для кого-то не знает, левый left button на джойстике. Так, хорошо. Целиться, конечно, здесь, так понимаю, будет не особо удобно, если мышкой это еще как-то довольно хорошо делается. Вот с помощью джойстика. Ладно, будем тогда. Хотя, можно попробовать зайти в опции и посмотреть, может здесь есть auto-aim. Так, хорошо, не то. Вот это, я так понимаю, он и есть. Автоматическое прицеливание для убийства. Я думаю, так просто будет проще. Сейчас попробуем. Так, мы находимся сверху. Давайте пойдем... ...немного ниже. Посмотрим, чего там есть. Да, кстати, можно забрать вот эту кукурузину или что это такое. Здесь также можно распалить огонь. Взять еще один медицинский кит. И вот там еще бутылка одна. Empty bottle. Ну, я думаю, мы ее как раз сейчас наполним. Итого у нас, походу, должно быть уже две бутылки с водой, нет? Хорошо, давайте попьем. Съедим какую-то... ...траву. Но я так понимаю, что она... ...нам ничего не даст. Да, ее как-то нельзя, по-моему, съесть. Хорошо. Будем искать. Палку возьмем. Или не возьмем. Так, не-не-не-не-не. О, отлично. Даже хорошо. Так, стрелы можно забирать. Это тоже неплохо. Ух. Не-не-не-не-не. С вами надо разбираться именно с мачете. Хотя можно все-таки, конечно, и луком попробовать. По-быстрому. Так, где мы находимся? Угу. Еще одни инструменты. Так, там мы уже были. Олень. Да, что ж такое? Не ту кнопку я еще нажимаю. Не-е-е-е. Не-е-е. Не-е-е. В голову. Так, вроде вниз здесь пройти вполне возможно. понятно займемся небольшой вырубкой леса на лук таки да луком лучше пользоваться на очень дальних расстояниях давайте все-таки съедим аптечку что ли конечно я не думаю что это правильный выбор был ну ничего нормально критану так мы спускаемся вниз я думаю сейчас мы так иди сюда я не думаю что ты конечно нам сейчас нужен но я по тебе уже раздолбанул поэтому надо будет тебя как-нибудь добить чайка интересно наш эндрю еще жив вообще или может его уже съели не вроде живой или нет эндрю как ты как ты мужик не походу эндрю уже все ну что ж давайте на этом думаю серию завершать спасибо что смотрели надеюсь вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх не забывайте также подписываться на группу вконтакте vk.com games apps ну и всем пока и до новых встреч а